Друзья, всем привет! Всем здравствуйте! Сегодня, как вы, наверное, уже знаете, появились контейнеры 114 SP2. Вот под такой стоимостью. Я не знаю, дорого это, недорого, каждому своё. Но, естественно, куда же я без этих контейнеров, куда же я без продажи всех танков 10 уровня? Ну, не всех, не всех. Про ВАЗу мы сегодня уже видос записали, поэтому её смело можно продавать. Собственно говоря, как мы с вами и сделаем. Есть 9000. Давайте на всякий случай, на всякий случай, может быть, продадим ещё один танчик, чтобы хватило наверняка. Вот. Сколько контейнеров стоит? Давайте посмотрим, наверное, в магазин, в само предложение, потому что 6 контейнеров это прям как-то маловато. Так, вот, наверное, нам за предложением где 15. Ну, чтобы было просто-напросто интереснее. Естественно, мы приобретаем. Погнали. До получения награды 50 талисманов. Офигеть. Вы, кстати, напишите пока в комментариях, сколько вы потратили золота на этот танк. Сразу забегая наперёд. Это не имба. Это неплохой танк для релакса с большой эльфой. Какой-то такой типа Е100. А-ля с корпусом какого-нибудь совка. Какого-нибудь ИСА-4, например. Но не такой бронированный. Так, ну я чувствую, что мы сегодня, ребята, не выбьем этот танк. А нам ещё нужно на нём покатать. У меня этот танк есть на прессе. Я играл на нём. Два камуфляжа, кстати говоря, выпало. Я играл на этом танке на пресс-аккаунте. У меня есть там кое-какое замечание. На мой взгляд, как лучше играть на этой машине. Сейчас я постараюсь объяснить, если он у меня будет. Потому что есть ощущение, что мне не видать эту машинку. Выпадает, ну, просто ужас. То есть вы понимаете, сколько я уже потратил. И ещё предстоит все контейнеры скупить. А что мы делаем, ребят, когда нам не хватает контов? Ну, конечно же, мы продаём танки. Мы будем продавать те танки, которые нам не очень нужны в ближайшее время. На тех танках, которые мы потенциально должны взять мастера, мы, конечно, остановимся отдельно, подробно. И продавать сегодня их не будем. Вот, идём дальше. Давайте вот предложение за 8500. Так, 1000 золота. Так, уже наградки пожирнее. Третий камуфляж на секундочку. Вы, кстати, пока можете написать, сколько уже слито золота. 15 и сейчас 8500, да? Ну, вот, 23 тысячи, ребят. Стоит ли? Нет, не стоит. Но если мы с вами вспомним, что этот танк продавался за какие-то 30 косарей бешеных, то ты такой вроде, о, блин. А я ещё и неплохо вроде бы потратился. Так, вот тут танк, да? Нет, не тут танк. Боже, идём дальше, ребята. Это мы сейчас всё сольём и ничего не выбьем. Если мы ничего не выбьем, ну, я поиграю тогда на... Я тогда поиграю на... Прессе. Но других вариантов, ребята, нету. Я уж извиняюсь. Всё для контента. Всё для контента. Видите, как стример сходит с ума? Так я никому из вас не советую. Уже более 20 тысяч потрачено. Тут хотя бы полторашка вернулась. Где-то, короче, ребята, походу забыли положить мне в конты этот танк. О, 5 тысяч. Ну, по крайней мере, последняя продажа вроде как окупилась. Полторы и пять. 6500. Ну, это лучшее, что могло тут быть. Вот тут танк. Нет, ещё 1000. Ага. Ну, я предлагаю открыть, наверное, вот это вот. За 8500. Я говорю, по полной программе. По полной программе. Вы что думаете, что я контент не люблю? Да я больше его вас люблю. 30 контейнеров открыто уже. 30. Так, 300 золота. Приятно. Особенно после пятёрки. Так, три награды. Когда три награды, по-моему, вообще ждать ничего не стоит. Танк. Нет. Иксов, ребята, вот завались. Просто завались иксов. Куда мне их тратить? На чём мне тратить? Зачем? С тем, что у меня больше, чем 180 миллионов серебра. А он принципиально не даёт танк. Он принципиально мне не даёт, ребята. Это казино. Вы понимаете? Я так полагаю, что всё? Больше нельзя, да? То есть даже если я сейчас что-то продам, мне оттуда уже не выпадет. Или как я понимаю? Или что? Походу, я, ребята, скупил все контейнеры, мне не выпало ничего. Верно? Давайте вот этот ещё. Чтобы было хоть какое-то понимание, что происходит вообще в этой прекрасной игре. Пятёрочка. Пять тысяч и ещё контов. И ещё немножко контов. Ребята, это самое, это самое неудачное, наверное, открытие на канале за последнее время. Если вдруг вы делаете точно так же, помните, вы сумасшедшие. Так, восемь пятьсот. Давайте восемь пятьсот, ещё десять контейнеров. Это будут финальные десять контейнеров, по-моему, потому что мне уже выпадет гарантированно танк. Это просто... Ой, спасибо. Спасибо, ребята. Вернётся семь пятьсот, да, мне? Камуфляжа четыре пять уже. Ой, и три тысячи. Ну, хотя бы что-то, я надеюсь, сейчас восстановлю обратно. Я буду, ребята, чрезвычайно признателен человеку, кто посчитает количество золота, которое я потратил. Вы мне очень сильно поможете, правда. Я прям даже название в видосе где-нибудь, либо на картинке сделаю. А один танк выпал из пятидесяти контейнеров, и один гарантированно. Ну, просто вдумайтесь. Просто напишите немножечко увезения стримера. Хоть немножечко, это же ужас. Пятнадцать тысяч у меня есть. То есть мы сейчас хотя бы восстановим часть танков, которые продали. Два танка мы восстановим. То есть мы, получается, то, что потратили, мы приплюсовываем. Вот. Возвращаем два танка. Ну, а также млеха была продана, концепт был продан, ваза была продана. Три танка, по-моему, я потратил, ребят. То есть двадцать одна тысяча, насколько я... Я же верно сужу, двадцать одна тысяча. Двадцать две пятьсот. Вот. Ну, кстати, для нового танка не так-то уже плохо. Так. Ну, а теперь я предлагаю, наверное, скатать на этом аппарате. Сначала мы его приведем, естественно, в божеский вид. Сначала мы его нарядим, а потом уже будем испытывать. Так. Ну, давайте. Все пять камуфляжей, которые выпали, вот все пять... Что? А вы знали про этот камуфляж? А вы знали про этот камуфляж? Шпион? Он кайфовый. Он кайфовый. Ну, ладно, мы обкатываем тот, который будет у нас на превьюхе. Который, кстати, и стоит на превьюхе, скорее всего. Так. Вот. Я сейчас хочу кое-что вам показать. Как я играл на этом танке месяца два-три назад. Я же видос уже, вы помните, снимал давным-давно. Этот танк ожидался в контейнерах. Я об этом вам сказал. И вот я вас не обманул. Полностью оборудку ставим. И вот какой прикол. В связи с тем, что у танка нету ДПМа, я предпочитаю вставить вот так вот. Он просто все насквозь пробивает. Посмотрите, скалиброванным. Я могу ошибаться. Вы можете так не делать. Но, по крайней мере, попробуйте. Два сведения, может быть, лучше сделать, чтобы он был немножко поточнее. И сейчас на таком оборудовании давайте мы с вами посмотрим его технические характеристики. Итак, 2600 хп. Так, броня во лбу башни 290. Откровенных ключков нету. Этот люк пробивается. Но, по-моему, это не самая легкая задача. Так, в бортах 160. В бортах башни. В корме башни 90. В корпусе 143. Но есть огромнейший, просто нереальный большой нижний бронелес. Он, наверное, как два НЛД и СА-4. Вот по ощущениям шьет вообще вот насквозь. Поэтому имейте в виду. Урон минуту в моем случае никудышный. 2400. Перезарядка 15,4. Ну, чисто как Е100, только даже чуть лучше. Но зато пробитие 268 и 358 на кумулях. Я ягв в лоб пробиваю. Я Е100 в лоб шью в башню. Средний урон 620 на ББшке. На кумулях 520. На фугасах 870. А теперь представьте, что такое фугас 114 СП-2 в какого-нибудь гриле или вафле без подбоя. Или в 40.05. Это просто мечта. Давайте мы с вами посмотрим, сколько максимум. 1088. Можно засандалить фугасом, если у чувака не будет подбоя. Ну, если у вас фугас пройдет. Так, у ВН-7. На самом деле танк низкий. Это комфортно. Максималка 32. Я вот не помню по тому, как он ощущается. Ну, тягооруженность 12.8. Это хреноватенько. У ВАЗы 195А 18.7. Здесь 12.8. Вот. Поэтому имейте в виду. Корпус примерно как у ВАЗы вращается. А башня у ВАЗы 24. Здесь 21. У ВАЗы, на которой сегодня обзор был. Ну что, пойдем в боечек, пацаны. Посмотрим, что это будет. Так. Есть ли такой же танк? Нету. Смотри-ка. 114 СП-2. Так потому что все люди адекватные. Они не хотят этот танк за такие деньги. Хотя я уверен, что среди вас есть люди, которые выбили со второго, с третьего. Я выбил. С какого? С 42-го, да? Классно. Очень аккуратно, очень выверенно стреляем. Танк вообще не для того, чтобы там давить направление. Вообще не для этого. А очень аккуратно и позиционно. Ну и по крайней мере я так на нем буду играть. Хорошо залетает. Так. Ну, конь это прекрасно. Потому что, ну, это девятка. Несмотря как, конечно, эта девятка играет. Вот сюда. Я бы мог, кстати, пробить его. Вот непонятно. Америкосы вроде шьются хорошо в катки. Он так стоит, вот не поймешь. Пробьется пацан, не пробьется. Ну, он фугасом, ребята. Он фугасом, поэтому что тут судить? По броню. Про броню говорить не стоит. Он фугасом лепит. Ну, я надеюсь, что я успею дать по коняре, который отъезжает назад. Не спеша, а так. Ой, только если ты мне не помешаешь. Ай, хорошо. Альфа, ребята, ну, просто замечательная. Так, это я четвертого. Давай-ка, принимай. Отлично. Так, 6-1. И надеюсь, на Бабаху чуть-чуть от Бабахи хп останется. Вообще же просто, ну, просто нету. Просто нету урона. Бабаха, сейвся. Я тебе очень прошу. 2 500. У меня всего лишь 2 500. Ладно, надеюсь, во втором бою повезет больше. Тут, наверное, зарешало то, что я стоял тупил достаточно долго. Вот. Просто-напросто я ждал пока что, что будет происходить с командой. Потому что если понестись вперед, ну, ты понимаешь, как команда отлетает. Может, все на этом и закончится. Так, переходим, наверное, во вторую каточку. А, кстати, а что, кстати, по фарму? По фарму 4000. Ну, короче, не фармит вообще. Вот от слова совсем. Не фармит, ребята, от слова совсем. Так что, если вы вздумали вдруг взять танчик для фарма, я без бустеров, то нет, не стоит. Оно того не стоит. А почему ты показываешь на ВЗ-113, если я вообще не на него указываю? Ой, как хорошо прилетела в диспетчера. Вот мне бы справа не прилетела бы. Во. Во, о чем я и говорю. Ну, хотя бы мы прошли этот рубеж, где я мог бы получить уже от ПТ-шек. Есть ли смысл ехать дальше? Да пока нет особого смысла. Я что-то побаиваюсь этих тяжей. У нас что-то подупоролся в ВЗ-113. Да тут, видишь, тут 140 приехал. Я не хочу тоже упорываться-то особо. Плохо. Блин, мне казалось, это, конечно, мой косяк. Мне казалось, что он КД. Чувак, ты и мне мешаешь? Ой, красава просто. Ой, молодцы. Нет, вопросов нет. Вообще круто сыграли. Так, минус один, минус два. У него, значит... Здесь можно... 775! Здесь можно было такой фугас, ребята, подарить ему. Вы просто офигеете. Я сейчас, я очень надеюсь, что у меня получится фугас в борт Йоха. Нет, не буду, наверное. Даже пробовать, наверное, не буду. О, прикольно. Ребят, прикольно на 1000 от Бабахи. А, от 26... А, от Бабахи, да. Классно. Вкусно-то мне понравилось. Мне очень понравилось. Вкусно. Вкусно, Бабаха, спасибо. Надо теперь ждать, пока засветится тяж. Тайп. 71. Во. Ой, как хорошо. Ну, ё-моё, как же прекрасно залетает. А чё Тайп 71 с такой бронищей? А что он там забыл вообще? Посмотри, какая... Он чуть-чуть от респа отъехал. Что он там забыл? Ну, 268, наверное, отлетает. Я очень надеюсь, что я успею 1000 дать. Очень надеюсь. Надо было, может быть, не сводиться. Может быть, надо было вертухой дать, чтобы хотя бы альфу выдать. Ладно. Сколько там я настрелял? Четыре косаря-то хоть есть? Ну, 4000, так себе, на самом деле, бой. Можно было здесь и больше. Мастер. Фармите мастеров, пока это реально. Вот. Ну, ребят, классика. Что я вам скажу? Танк необычный, вроде бы. Ну, дороговато. Вот мне он вышел очень дорого. Если он вам выпал с третьего, с четвертого, да даже с десятого сундука, наверное, оно того стоит. Я потратил 22 тысячи золота. По большому счету, для нового танка это немного. Поэтому я не жалею. Мне нравится, что у меня появляется новая техника в ангаре. Мне нравится, что я уже взял на ней мастера. Танк прикольный, альфовый. Но нужно каждым выстрелом выверенно давать. Рассчитывать на броню тоже не приходится. Вот. Спасибо за видос. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Поставили лайк. Ну, конечно же, подписались на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok